Чем палить рассаду перца для роста? Гуми Кузнецова, Идеал, Кристаллон, Микро Ортофе, Органика, Дрожжевые подкормки. Предположим интересные варианты. Удобрение необходимость в процессе выращивания овощных культур. Многие сорта перца буквально надуваются от правильной подкормки. Сегодня наша задача удобрять рассаду перца так, чтобы она скорее выросла и быстрее созрела. Реальна ли такая задача? Минеральные, Гуми Кузнецова, Фосфор, Азот, Калий, Идеал, Микро Ортон, Феррум. Органика, Дрожжевые подкормки. Нельзя удобрять перец на этапе рассады свежими органическими смесями, например навозом. Кроме того, не на всех этапах развития вносятся подкормки. Можно начинать удобрять только после первой пикировки рассады, спустя 2 недели. Что еще стоит знать при поливе рассады перца для роста? Струя с жидкими удобрениями не направляется на листовую пластину и льется прямо в грунт. Лучшее время для подкормки – вечер. Чем поливать рассаду перца для роста? Гуми Кузнецова. Идеальное удобрение для активного роста рассады перца. Благодаря подкормке культура насыщается необходимым минеральным составом и поэтому активно трогается в рост. Ортон Микро – удобрение для второй подкормки рассады, когда сформировалось несколько листочков. Помимо активизации роста, ее действие проявляется в улучшении вегетации, предшествующей цветению и дальнейшему потоношению за счет естественного процесса фотосинтеза и повышения иммунитета. В составе вы найдете все полезные вещества для рассады. Удобрение золой, природное средство насыщения макроэлементами, калий, магний, кальций. Дрожжевые подкормки. Слышали выражение «растут как на дрожжах»? Так вот, дрожжевые подкормки способны вызвать такой эффект. Добавьте 4 столовых ложки на 10 литров воды и разбавьте 1-10 с водой для полива. Чем поливать рассаду перца для роста после пикировки? Пикировав рассаду, нужно поменять систему подкормок, используя другие удобрения. На что должен быть направлен комплекс подкормок? Необходимо сформировать мощную корневую систему, при этом не тормозя развитие поверхностной листовой массы. Удобрение для роста рассады перца после пикировки. Кристаллон по 20 грамм на 10 литров воды. 80 грамм суперфосфата плюс 30 грамм калийной соли на 10 литров воды. Кимеролюкс по 30 грамм на тот же объем воды. Особенность использования – направлять под корень, не лить на листья и стволы. В открытом грунте можно использовать разбавленный коровяк, пол-литра на 10 литров воды под куст, а также смешанный суперфосфат с древесной золой по 20 грамм. Фосфатные удобрения хороши для поддержания и стимуляции развития рассады в открытом грунте. Подоплодоношение, чего не скажешь о другом компоненте минеральных смесей – азоте, который стоит исключить незадолго до формирования соцветий. Пишите в комментариях, чем вы поливаете рассаду перца для роста, подошел ли вам предложенный комплекс удобрений. Ваше мнение важно для нашего усовершенствования. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ченфа» и смотрите другие полезные видео. Подписывайтесь на канал «Ченфа» и смотрите другие полезные видео.